Обитатели конно-спортивного клуба здесь частые гости. Катание на пони – это подарок, говорит директор «Кентавра» Влада Риваненко. Никакие затраты на перевозку животных не сравнятся с этими улыбками и эмоциями, которые испытывают дети. Ко всему прочему, для многих из них это очередная процедура. Верховая езда укрепляет мышцы спины деток с ДЦП. Такая процедура мотивирует малышей с поражением центральной нервной системы и к двигательной активности. И что немаловажно, после ипотерапии пациенты становятся жизнерадостными. Детишки некоторые даже уже начали садиться, несмотря на свои заболевания. Мы очень этому рады. Для нас тоже большая благодарность, большой праздник. Мы очень любим сюда приезжать. У нас есть свои фанаты. И мы очень рады, что вот как раз наших фанатов чаще всего забирают в семьи. У деток с церебральным параличом особые показания к занятиям верховой ездой. Но оседлать пони малыши пока не в силах. Поэтому основные реабилитационные мероприятия для них проводят прямо в группе, которую, кстати, недавно отремонтировали и с помощью опять-таки меценатов приобрели все необходимое для лечения воспитанников с ДЦП. Есть здесь и сухой бассейн для релаксации, и вертикализатор, с помощью которого детей учат сидеть. А ко дню защиты детей Следственный комитет подарил дому ребенка оборудование для гидромассажа. Сегодня, отмечает главный врач, здесь есть все условия для содержания большего количества детей. Специалисты готовы помочь сочинским семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и воспитывающим детей с патологией или ограниченными возможностями здоровья. У нас есть временное пребывание по заявлению родителей. То есть никто не отбирает ребенка, никто не собирается лишать родительских прав, которые есть асоциальные семьи. И здесь мамочка может временно поместить своего ребенка. Он здесь пройдет полный курс реабилитационных мероприятий, под наблюдением квалифицированных врачей. Я думаю, нам и администрация не пойдет навстречу, и органы опеки, и поликлиника, то есть медицинские организации. Мы всегда рады. Искать меценатов и просить о помощи, рассказывает главный врач дома ребенка, задача не из легких. Но все же отзывчивых людей немало. И благодаря им отремонтированы не только сами группы. Обновились здесь и игровые площадки. На сказочной поляне у малышей даже клубника растет в лукошке. А на веранде, стилизованной под корабль, дети занимаются творчеством. Скоро, обещают малышам, здесь появится и фонтан с аквариумом. Но что ни подари, им нужнее мама.